Продолжение следует... Да, у меня это белковый комплекс. Это тоже один из известных препаратов. Белковый комплекс, который мы наносим на поверхности корня зуба от полированного. И он должен утолщать объем десны. К сожалению, такого тоже не происходит. Мы видим здесь, как мы говорили в начале, есть отдельные успехи или результаты, но нет подробно описанных дизайнов или экстраполяции этих результатов, распространения их, тиражирования на различные классы, виды рецессий, на различные протоколы, на дизайны разные операций, на комбинированные методики, на соотношение в одном дизайне трансплантата и пластического материала. Поэтому очень сжатые аргументы, которые приводятся в статье. И как вывод, пожалуйста, а теперь у нас есть вывод, по идее, из которого мы и должны взять какой-то тезис для себя, сославшись на эту статью. Главной задачей хирургического лечения является восстановление анатомического строения. А если у пациента, например, в области клыков, анатомически не было костной ткани в этой зоне, это называется первичная дегисценция, когда отсутствует замыкающая костная пластинка по всей высоте, природно, по причине генетики, нет в области этих зубов кости и возникает рецессии, потому что их нет. И зуб частично находится вне костного объема. Создание зоны прикрепленной десны и устранение рецессии. То есть главной задачей хирургического лечения является устранение рецессии десны. То есть то, про что мы писали, собственно, оно и является причиной, вернее, решением нашей проблемы. Требования к результатам довольно высоки, поэтому с каждым годом хирургия ставит перед собой все более сложные задачи. Ставит как раз не хирургия. Да, ну, в общем, тут все очевидно, мне кажется. А врачи-стоматологи, овладеватели, знания пластической парадонтальной хирургии, старающиеся принять новые методики за генетики рецессии. Ну, все, в общем. Теперь смотрим источники. Очевидно, коммерческая какая-то статья. Это применение одного материала, который имеет название здесь, и мембраны, и кардиоплант. Ну, очевидно, тоже. В амбулаторной стоматологической стоматологии. Речь не идет про рецессии. Мы видим же опыт сочетанного применения чего-то, в чем-то. Но, скорее всего, там строчно упоминается, что и при рецессиях они тоже применялись. Ну, и как бы все. Science Education, то есть статья вообще в интернете, она где-то была в сборнике. 15-го года. Современная проблема науки и образования. Современная проблема науки и образования. То есть, явно это непрофессиональный источник. Некоторые механизмы возникновения и прогрессирования воспалительных заболеваний парадонта. Рецессия не является воспалительным заболеванием. Еще и у пациентов с желудочно-кишечным трактом. Да? Он, да, он был напечатан в журнале «Парадонтология». Замечательно. Но всего 4 страницы вместе с источниками. Ну, это что-то такое. Совсем ничего. Посмотрим дальше. Рецессия десны, диагностика и методы лечения. Это какое-то пособие, которое обобщает в себе все-все-все еще и 2007-го года. Ну, то есть, оно не попадает в астрономический диапазон того, что мы хотим видеть. Этот источник мы для себя выделили. Здесь есть, ну, действительно один мощный автор. Это госпожа Февралева Александра Юрьевна, которая заслуживает внимания своим трудом и результатами. Поэтому вот ее можно почитать, потому что наверняка она что-то внесла туда. Применение какой-то терапии на частотах молекулярного спектра излучения поглощения оксида азота в комплексной терапии против воспалительных заболеваний парадонта. Опять. То есть, 4 источника уже в помойку точно, и оно один под сомнение. Оценка стоматологического статуса у студентов медицинского института. У них весь статус оценивали, а не рецессия Дисней. В помойку. Новые пути в пластико-продонтальной хирургии. 2001 год, 7 страниц. Ну, наверное, тогда, в 2001 году, это были новые пути, потому что только появилась методика Зукелеса, она стала популяризоваться. Они закончили вот эти труды по изучению 10-летней и стали ее показывать. Поэтому, скорее всего, ну, честно, ничего нового вот в этом можно почитать для общего расширения кругозора. Ну и все. Оценка эффективности применения резервируемой мембраны. Коммерческая статья, очевидно. Но. Да. Резервируемой мембраны различной толщины в сочетании с пластическим материалом для лечения дефектов в костной ткани. Обратите внимание. Никаких вообще слов про рецессии Дисны здесь нет. Да. Вот есть интересный источник, который стоит взять. Корональное смещение продонтального лоскута. Клиническая продонтология. Но этот журнал, честно, фигни не печатает. Поэтому, вот что заслуживает внимания, ну, это, как бы, вот это, скорее всего, мы тоже где-то встретим. Это вот этот источник. Да. Хотя он там использован не очень. Десятый мы уже скачали, понятно. Толщина свободной Дисны и прикрепленных тканей. Аутограф для закрытия корня. Ну, тоже журнал про донтологию. Наверное, это статьи о клиническом применении тех или иных материалов или чаще трансплантатов, которые все-таки не будут говорить о причинах рецессии Дисны. Они будут говорить о способах устранения или успехе применения. Классификация Миллера 98-го года. Ну, вы уж простите, как бы на нее ссылаться, но как-то тоже странно. Вестибулопластика. Какого образом оно имеет отношение? Даже если тут мы применяли генгивальный графт и все, что угодно. Клиническое гистологическое изучение. Да, журнал 13-го года. Но при чем тут вестибулопластика? Свиной коллагеновый матрикс против свободного трансплантата. Привестибулопластики. Если вестибулопластика сделана адекватно в состоянии ткани окружающих и правильно подобранной методикой, даже без вот этого свиного коллагена она даст абсолютно адекватный результат. Вот мы нашли, наконец-то, источник. Генгивальные рецессии, эпидемиология и риск определения в университетском дентальном госпитале в Турции. То есть мы берем... Да, мы берем статистику конкретного одного госпиталя в Турции и размазываем ее по всей статье. Возможно, нам этот источник будет полезен для понимания, что в отдельных зонах где-то... Но тут есть хотя бы эпидемиология. Я бы взял этот источник почитать просто хотя бы по диагонали. Мы можем эти 5 статей сейчас определить и ими в дальнейшем заниматься. И у собак, внимание, это решение продонтальных операций. Восстановление у собак. А еще раз статья, как у нас называется. «Механизмы возникновения метода устранения рецессии десны». Вот, конечно, не сказано. У собак это или у людей. Ну и все. Вот такая грустная история на самом деле. Поэтому я для себя решил заниматься каким-то таким направлением. Потому что это позволит, во-первых, мне больше знать и ориентироваться в изучаемой проблеме. И знать какие-то больше детали. И тенденция развития тех или иных технологий, методик и прочее. И правильно уметь анализировать научный материал. Потому что без этого никаких научных работ просто невозможно. Поэтому на сегодня мы хотели бы закончить на том, что мы выберем для себя вот эти 5 статей. Где вот тут главная госпожа Февралева. Вот здесь посвящена статья «Корональному смещению продонтального лоскута». Здесь это «Линия улыбки в различных этнических группах». Ну ладно, посмотрим. И может быть действительно там какая-то обзорная статья. За большой период времени. Толщина свободного лоскута и прикрепленной десны. И применение вот этого свободного трансплантата для закрытия корня зуба. И рецессии вот эпидемиологии и риск определения вот в этом турецком госпитале. На этом мы сегодня заканчиваем. Теперь вот начинается уже интересная часть. Мы переходим к какой-то практике. Будем обмениваться материалом. И вот здесь 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 Продолжение следует...